Хей-хей! Хай-хоу, Гатанез, мистер Ангар Игроглаз, и сегодня мы продолжаем наше приключение мультиплеерном рогалике Тангариен. И мы всё ещё живы. Онлайн у нас такой, вау, аж целых три человека, что прям много. Я двадцать третьего уровня Дворф-лучник. Скажем всем привет. И у нас, мы сейчас на развилке можем пойти в два подземелья, хорошо бы их зачистить. Давайте пойдём в мой любимый заброшенное поместье, там где живут вампиры в больших количествах. Вот пойдём к вампирам. Видите, тут много лошадей ходит-бродит вокруг. Что такое весёлое место. Вот. Идём к вампирам. Надеюсь, что мы как-то сможем не упасть там, что весьма вероятно, потому что я недавно бафнул босса в этом подземелье. Ну вот посмотрим, как оно будет. Насилим мы или нет. Я могу левитировать над водой, чем я сейчас усиленно занимаюсь. И вот мы плывём к старому поместью. Вот оно. Давайте в него войдём. А вот и оно. Ну что же. Сто лет тут уже не был я. Так что интересно будет походить, повродить. Какие-то волшебные перчатки. Проклятые, правда. Ну давайте посмотрим, что это. Непонятно, что за перчатки. Просто проклятые перчатки. Окей. У меня там кто-то дыхнул водой. Да, неприятные проклятые перчатки. Сейчас мы их выкинем. У меня, кстати, почему-то... Что-то мне тяжело таскать. Надо что-то выкинуть будет. У меня вот есть свитки. Три посоха. Лечение лёгких ран они мне не нужны. Ну что, пойдём сразу уже как можно глубже. Почему? Потому что до 25 уровня мне надо посетить ещё одну подземелье. Не только это. Но и ещё одну. Поэтому попробуем... Во. Попробуем как-то максимально глубоко, далеко с вами прыгнуть. Нырнуть, как говорится, у рогаликов. В рогаликах это называется нырнуть. Дайв. И вот это вампирское поместье. Как оно симпатично выглядит. Всегда, когда видишь любые перчатки, любые ботинки, надеешься, что это ботинки скорости. Но действительно так может быть. О! Вообще дети. Ну вряд ли это скорость. Но вполне вероятно они неплохие. Я не знаю, что это за ботинки я нашёл. Ох! Нифига себе! Ну бывает же такое. Плюс 3 к скорости. Ну офигенно. Отличные ботинки. Вот. Да, друзья. Случаются порой такие чудеса. Увидел ботинки. Говоришь, что хорошо бы они были ботинками скорости. И они оказываются ботинками скорости. Ну это как волтареи выиграть. Мне, конечно, не супер. Прямо классные. Плюс 3 к скорости. Это не слишком много. Но в общем... Это тоже очень хорошо. На 24 уровне то, что нужно. Так... Я никого не хочу беспокоить. Потому что не хочу уровни получать лишние. Но с другой стороны... Очень было бы здорово. Так, это какой-то я бесполезный амулет нашёл. Тоже каких-то вещей найти. Посмотрим. Плюс 3 к скорости. Это фактически плюс 30 к ДПСу. Что в общем очень хорошо. Посох. Усыпление монстров. Между прочим. Очень неплохая штука. Не знаю когда-нибудь буду его использовать или нет. Но можно его попробовать. Сейчас сделаю все макросы. У5. Ну вот. Теперь я нажав. На кнопку одну. Смогу его сразу использовать. Очень удобно. Тем не менее. Я хотел бы пойти поглубже. Поглубже я. Попробуем сейчас. Добраться. Не знаю. Может быть это уже последний какой-нибудь уровень. И тут уже нас ждёт босс. Но. Скоро мы это узнаем. Пока что непонятно. О. Банки скорости. Ну отлично. Возможно они нам пригодятся на босса. Проклятые. Проклятые лохмотья. Кстати у меня есть очень классная вещь. А именно. Моя лампа. Я её могу активировать и она всё подсвечивает. Очень хорошую лампу я нашёл. Да. Знаете. Похоже что это последний уровень. Этого подземелья. Какое-то новое кольцо нашёл. Непонятно что он даёт. Пока что. Гриб. Хороший гриб. О. После телепортации. Вот это замечательно. О. Ой-ой. Тоже много всяких штук встречается нужных. У меня такое кольцо уже есть. Кольцо свободы действий. Да. Включить окошки удобно всех расстреливать можно. Ну. Босса уже нельзя расстреливать. Раньше можно было. Но вот я это исправил. Косячок такой. А. Смотрите. Это не последний уровень. Я просто. Вот реально не помню. Сколько где уровней. Вообще. Вот не помню. Ну. Это какой-то опасный уровень. Довольно таки. Вот. Причувствия не хорошие. Поэтому. Надо аккуратно быть. Ну. Надеюсь что. Как то обойдется все. Да. Вот в общем. Какое-то нереальное количество. но блин телепортнуло меня это неприятное место тут куча монстров тоже неприятных таких попробуем убить его в принципе неплохо брони насыпано углюк тоже босс ну давайте теперь поднёмся блин кто-то там стреляет по мне убил 2 босса много боссов этих и еще нашел один артефакт который я не знаю что делает вот совсем не знаю это оружие фактная но причем тяжелая тотила какая-то блин сейчас они обратно пойдут мы их встретим капитан и там тот зеленая собака была гигант какой-то уровень непростой тут много желающих вас покусать частичный плейт у меня защита от огня есть правда у меня иммунитет от огня кстати оказывается на чем на вот на утренней звезде какая хорошая утренняя звезда иммунитет к огню дает прям офигенно у меня правда еще рапира есть которая не менее хорошая но иммунитет к огню это вообще здорово ну давай давайте оденем эту штуку посмотрим что она дает тоже планах скорости дает плюс один вообще сложно даже решить что лучше плюс 2 к скорости господи ну наверно плюс 2 к скорости плюс 2 к стелсу лучше чем иммунитет к огню но сложно сказать столько предметов хороших не знаешь какой взять в итоге ну вы не спеша сейчас решим все это думаю чего мне выкинуть вот эта штука интересно она true артефакт да и true артефакт и все надо либо оставлять либо выкидывать так но наверно вот эти шутки выкину то очень легкий но бесполезный вот это я не знаю иммунитет к огню конечно классная вещь я не факт что я встречу еще один такой поэтому пожалуй я с ним похожу это амулет еще лежит что за амулет непонятный амулет пока но постепенно все идентифицируем волшебная палочка у меня новая чудо броня неплохая на самом деле тяжелая но хорошая можно чего-нибудь да нормально чем можно выкинуть надо определиться с оружием либо мне оставлять плюс к скорости либо коммунитет иммунитет к огню и то и то к сожалению я не потяну слишком тяжело таскать то есть вот можно вот палку выбросить да и теперь у меня появился 25 уровнем я вижу невидимое как лучник также можно выкинуть плащ потому что он ничего не дает много мороки с всякими предметами к сожалению жезл тоже бесполезно домовки можно съесть фруктов меня до сих пор по ходу перегруз какой-то ну-ка если так да у меня перегруз на одну скорость надо что-то выкинуть и родинку один в эту баф мои а ну давайте выкинем с эти банки вот эти нет посохи посохи выкину черт с ними тяжелые палочки нет облегки ну вот теперь плюс 5 скорость это вообще достойно быстро забрались мы с нашим предметами давайте попьем и спонтану потому что то хорошее что происходит произойдет то не очень опа это босс что что нам небо сейчас ну тут насобачило все все убил я босса нам еще подлетают ребята у меня отсюда уходить уже можно быстрее я даже не буду разбирать лут потому что сейчас 25 уровень и 25 опыта мне осталось до следующего уровня то есть я смогу успеть следующие подземелья если сейчас убегу отсюда я кажется успеваю убежать да успел вот мне двадцать пять уровней еще в акунуть монстра убил и не смогу пойти в следующие подземелья кстати я теперь не умею плавать летать не умею нифига ничего нормально так сходили баста не грузишь успешно вполне на волоске совсем так давайте посмотрим что нам дали далеки перчатки еще возможно и неплохие перчатки true артефакт непонятно вообще что они делают это по-моему это рандомный артефакт поэтому с перчатками не ясно ну я думаю они в любом случае наверно лучше чем мои перчатки самые паршивые из всех которые бывают такие самые слабенькие народ тут играет кстати блэк гвардом новый класс я вообще даже не пробовал еще но давайте выгоним эти перчатки старые буду хоть но просто уже места нет так и он не дали еще какой-то флэйл вряд ли он хорошему скорее всего просто выкинуто же и вообще проклятый можно просто сюда бросить можно идти в следующем подземелье зато клево кащея мы убили циклов поздоровая даже слишком много у меня пожалуй положу наверное 15 чтобы больше с собой тускать его так также можно выкинуть кнопку банки вот эти они не котируются совершенно clear mind полезная вещь полезная вещь в целом у меня не нужно можно их просто съесть вся можно не понадобится под ну вряд ли да вряд ли они мне понадобятся что у меня resist confusion есть ну что пошли следующие подземелья щас купим лечилок немножко или даже может по самому что не повезет какую плач купить и не знаю так быстро бегаю с плюс 5 скорости прям отлично так покупаю лечилки в обычной лечилки дешевый не тратится на дорогие здесь что я еще не выполнили одного зелья вообще удовольники хардкорно лошади тут бегают какие-то и мы идем в старый лес такое подземелье где хрен найдешь дорогу ничего если туда зайду я не смогу оттуда выйти по 15 проверить еще раз ну вроде нормально да хватит лечила все будет так тут мы оказываемся в лабиринте в таком симпатичном какое-то колечко пробуем понятно в общем это бесполезное кольцо но лечит вас мне оно не нужно сколько как там оно на 40 лечь но при этом с ним не работает у вас можно вы тоже используется с ним у вас не будет работать регенерация жизни что безусловно не так удобно ну вообще на самом деле можно просто идти сразу на следующий уровень то что мне опять же нужно постараться в принципе следующие подземелья там до 30 можно принципе тут и походить на самом деле вот чуть найдем хорошие быть походим да вот амулет какой-то чё за амулет но лет энергии но это минус 2 к скорости надо его кстати переделать паршивым никто никогда не пользуется вообще запишу все записываю все бесполезные предметы вообще совсем беспорезно надо ребалансе другой я что иногда есть предметы low-level не именно вот но такое будет никто никогда не будет использовать в том виде в каком он сейчас есть только если сделать его ниже уровнем сена и и сделать обычные сильно выше уровня мы сметили партного куда-то неплохие стрелы совершенно лежат можно с этим и пользоваться в 9 я не помню надо их протестировать может все проверим сейчас надо сделать матрос f9 ближайшего уровня тоже привык даже к этим матросам они конечно не удобно у нас есть косяк такой но в целом деньги кстати мне нужны а по наступил ловушку которая сделала меня очень голодным парнем слушайте вот эта проблема это большая проблема очень срочно искать еду я же не могу отсюда выйти вот на этом уровне может очень найдем смотрим на крайне можно грибы поесть конечно вот эти я чуть стреляю не теми стрелами блин еще поменяю макрос не чудо видимо сгорели у меня кто-то сжег у меня свитки были хорошие видимо их сожгли так что со стрелами не нравится что я этим стреляем что макрос поменяю свой ну все так да нужно еду найти что-то такое щит щит от слова щит пол царства за еду но еще за банки тоже кстати банки некоторые тоже могут вас немного так подкормить пока что еды не нашел какие-то банки ну-ка банки установления манны не то чтобы я очень этого хотел но это гриб грибы галлюцинации ем их почему я их ем вот чтобы с голоду не сдохнуть делать чуть-чуть довольно-таки надолго там чего только не съешь с голодухи точнее что исследовал я этот уровень видите как-то я пошел в подземелье а у меня оказывается не было с собой ничегошеньки прикусить я было с собой все свиток таскал но его сожгли довольно-таки забавно можно копать активно перекопать какой-то жезл жезл свет ну на самом деле не сильно нужен будет может потом пригодится если я поменяю свой факел баночка скорости всегда на такому ну ладно пошли поглубже фиг с ним что-то осталось на этом уровне тоже не так критично мне кажется это уже уровень не не лабиринт поэтому хрен тут найдешь чего продолжаю стрелять понятно у нас 3 авториталиейшн идет не тем чем надо скотина ну ладно может можно ими запретить стрелять дышу цветом по мне собаки нас эти поменять в опциях дл сделать примерно долговато он делаем 20 но пойдем на следующую же уровень я не знаю как мне запретить своему персонажу используя стрелы ценные хорошие ну пусть стреляет есть какая-то инскрипция просто вы не помните я знаю инскрипция чтобы вообще отменить атаку тут еще собак смотрю вот скрипшина свои волчий рай тут белые волки он нашел давайте попробуем не знаю как это сработает или нет я боюсь как бы у нас тут не убили сейчас вот так чтобы не стреляет с этими стрелами ценными особо можно кстати выкопать что то чем мы узнаем как она работает то что я сделал или нет может я вообще перестанет работать авториталиейшн мы ну то есть мой персонаж автоматически вплотную стреляет по врагам из лука понятно ни хера не работает запишу это запишу и стрельбу он так просто выкинуть стрелы шуку на них не отвлекаться вы мать твою это нехорошее место было древние драконы всякие надо туда уходить вот непонятно это кольцо собаки кстати хорошее кольцо вроде да а нет это плохое так но от страху дает расист мне страх не нужен я иду не туда куда мне надо вот там я встретил собственно этих скотов но не совсем там почему-то у меня очень долго я нажимаю escape очень долго происходит смена то есть от копать но мне в эту сторону уйти нашел их не очень на приятное было такое общество и нет я даже не понял то ли это древние драконы то более обычный но все решил это явно было мне кстати я же голодный очень поэтому лучше на со мной не копать лишний раз и вообще лишний раз тут ничего не делать спустите возможно глубже быстрее убить босса и возвращаться наверх палочка-выручалочка если еще одна палочка надо ее испробовать опять палочка тьмы что-либо на еще какая-то палочка найдено потрачено еще один что-то много очень водяных элементарей этих прям вроде безопасно можно попить из местных фонтанов баночки скорости копятся они нам потом пригодятся сейчас пока лучше их вообще экономить не денег стоит больших уровень не очень приятный вот этот конкретно пью из фонтана активно в надежде статы повысить надо банка мне нужна уже неплохой вархам неплохой неплохой молот и неплохой лук но у меня лук лучше и вот мы куда-то стреляли в таком месте откуда непонятно куда идти ну это лес тут и надо так и должно быть вы должны немножко блудить тут так задуманно это еще палочка будем определять что будем определять палочки волшебные для этого надо кого-то найти понятно это палочка телепортации очень хорошая палочка палочка телепортации монстра вообще классная лизердмены в больших количествах рептилоиды можно сказать в современном жаргоне людо-змеи рептилоиды как вам будет угодно я не знаю может тупик нет это не тупик ну вот палочка телепортации это годная палочка конфуз и стан 4 5 окей так же найти босса местного что вот его нет ну блин за это было неплохо силу повысил и еще немножко повысил силу то что мне собственно сейчас очень нужно спасибо богу рандома хоть новое колечко я еще это никак не определю что оно делает и амулет новый амулет защиты от у меня вот была защита от молнии а вот это я не знаю что он делает пошли поглубже большое количество орков наверное тут босс будет какой-нибудь ну такой небольшой старый босс кого я еще не убил со старых времен скорее всего у тебя может и нет может и не будет ну слушайте а это босс самый главный уже с этого подземелья ну в общем это было не сложно вот он проспал у меня очень много скорости сейчас лучник со скоростью это очень страшная штука что очень хорошо так дать посмотрим что он нам дал дал какой-то большой тяжелый топор вообще надо отсюда уходить по хорошему да давайте выйдем уже это непростой уровень на самом деле что пошли в следующее подземелье я смотрю у нас тоже люди играют во всю и я тоже играю постепенно люди приход приходите играть в тангарию обменяйтесь в пати в пати легче выжить вообще веселее просто я такой урюк стук у меня не опознанных предметов а свитки опознания они в общем-то редкие и дорогие бывают попадаются шляпы которые позволяют вам все опознавать но это редкость большая давайте сейчас полакомимся какой-нибудь едой что ли у меня тут заначка была да ну так вот пойдем так следующая остановка у нас да это кстати рандомный артефакт был а это рандомный артефакт а это нет следующая остановка банки есть свитки есть даже есть лишние свитки по привычке собираю magic mapping хотя можно его не брать конечно свиток снятия проклятия тоже что-то полезная вещь иногда купим свиток возвращение домой ну дной лучник видите сейчас он так все очень хорошо чувствует горстка у него есть скорости но ресисты пока что паршивые все это вообще нет именно ничего типа даже я да не таят это вот очень важный штука на самом деле общество купил кольцо ресисток яду теперь его нашел возможно она у меня даже уже есть я просто об этом не знаю но это все этих кольца которые у меня них два возможно одно из них это кольцо к яду но узнать это это очень опасное дело ну ладно следующая остановка у нас очень страшная конечно без кольца без ресисток яду идти туда опасно ну кстати два свитка давайте попробуем эти свитки использовать на наши кольца так кольцо защита от холода второе кольцо кольцо левитации блин потратил свитки дорогущие на такую чепуху а ну теперь я зато знаю точно проверено так сказать что мне нужно защита к яду защита от яда сейчас я буду покупать кольцо защиты от яда это кольцо я кстати сохраню не может пригодиться на потом вот это я пока одену с идентификацией тут не просто нужно мне поймать защиту от яда вот так что будем ловить ну что друзья с вами мы прошли два подземелья это прям круто хорошо все идет следующее в программе уже они будут на моем англоязычном канале стрима приходите туда будет весело у нас уже аж 4 человек онлайн отлично до новых встреч бойбо катаны приходите поиграть так с точки зрения вот так вот так вот так вот так вот так